Ну вот уже действительно, когда вступительный марафон успешно пройден, можно выдохнуть с радостью и облегчением. Кстати, дыши полной грудью, это и нынешний девиз международного молодежного лагеря «Беларусь», который на стыке трех стран Беларуси, России и Латвии в эти дни собирает молодежь вот уже 27-й раз. Так, молодое поколение хранит память о подвиге беларусов, россиян и латышей, которые вместе сражались против врага во время Великой Отечественной. Каждый год на стыке границ вырастает палаточный городок. Один день в Беларуси провела Ольга Масловская. Палаточный городок на стыке трех государственных границ. Такое можно увидеть только один раз в году. В последние выходные июля по традиции сюда приезжает молодежь из трех стран – Беларуси, Латвии и России. Юрий Спискорский – один из тех, кто начинал традицию молодежных встреч у Кургана Дружбы и ни разу за 27 лет ей не изменил. Ведь его предки вместе с белорусскими и российскими подпольщиками на этой земле сражались за общую победу. А еще лагерь «Беларусь» – его молодость, чувство локтя и настоящие друзья. Беру отпуск и на четыре дня уезжаю от проблем. Друзья приезжают из Москвы, Ярославля, из Минска, из Гродно. Я общаюсь. В этом году участников лагеря, а это более 500 человек, принимает латвийская сторона. А значит, все жители палаточного городка сверяют часы по Риге. Девиз этой встречи – дыши полной грудью. Каждый год в палаточный лагерь приезжают новички, а белорусов дубовыми ветками и водой из местной речки их посвящают старожилы. А вы, дети мои, посвящайте! В числе тех, кто на новенького Мария Соловьева из Витебска, обладательница титула «Королева весна Беларуси-2018», старательно выполняет все задания инструктора. Ведь завтра предстоит сдавать нормы ГТО, готов к труду и отдыху. Я очень хотела бы поиграть в футбол, потому что все считают, что королевы такие вальяжные, грациозные, а футбол более мужской вид спорта. И мне бы хотелось, конечно, попробовать. Любимую миллионами игру главной темой своего приветствия сделали участники Могилевской команды. Даже Роналду и Месси привезли в Беларусь. Теперь тренируются с кумирами на одной поляне. Группа поддержки у нас – это те люди, которые придут к нам на защиту. То есть мы обязательно всех привлечем, всех разукрасим. Каждый попробует себя в пенальти. В программе лагеря «Фестиваль талантов «Белорусские зори»» впервые развлекательная программа «Баян» – белорусская ассорти ярких и находчивых. А еще мастер-классы, встречи и ключевые решения – каким быть лагерем в 21 веке. Мы хотим, чтобы в этом году этот лагерь стал отправной точкой, для того, чтобы мы внесли какие-то изменения в его программу, насытили его конкретными какими-то проектами. Самое главное – это укрепление дружеской связи, развитие молодежного предпринимательства. Участники увезут из Белоруссии интересные идеи и проекты. Поляна на границе трех государств опустеет в воскресенье. Но ровно через год снова станет площадкой для новых встреч. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентстватели новостей. Граница Белоруссия, Россия, Латвия.